Нас папа отвез. На машине? Да. А кого вы видели, когда ехали? Военно. Четырехлетний Платон описывает свою поездку из Северодонецка в Харьков. Мальчика и его сестру, второклассницу Полину, родители вывезли из города, когда поблизости начались боевые действия. В Харькове семья остановилась у родственников. Мама ребят вспоминает. Добирались окольными путями через пять блокпостов. Подъехал Урал с военными номерами. Он был без опознавательных знаков, то есть Россия, Украина, георгиевские ленточки, украинские. Соответственно, все военные, это был украинский блокпост, приняли боевое положение лежа, а мы остались голые в машине дети, пришлось детей даже положить на пол. Вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой областей и Крыма готовы принять в разных районах Харьковщины. При обл. администрации создан специальный координационный центр. Под Купенском в детском лагере «Прометей» уже разместили почти 200 человек из Славянска. В основном это женщины с детьми. Мы уже месяц не ходим в школу, у нас не было ни последних звонков, ни выпускных баллов, всего этого не было. И когда мы сидим, гром был на улице ночью, дети говорят, опять взрывы, опять где-то стреляют. Говорю, нет, зайчик, это просто дождик идет. Мы довольны условиями, нас хорошо приняли, нас хорошо кормят. Пенсионерка Лидия Каневская приехала с глухонемой дочерью и пятилетним внуком. От постоянных обстрелов ребенок почти перестал разговаривать и спать. Жаловаться нет, жаловаться не приходится против того, что мы два месяца просидели в подвале. И ребенок говорит, бабушка, я хочу на солнышко. Против того я жаловаться ни на что не могу. Семьи в лагере разместили на две недели. Потом этот срок могут продлить. Для них в столовой бесплатное питание. Местные власти договорились с поставщиками продуктов, пока они работают в долг. Если будем отталкиваться от рабочего минимума, если у нас на 200 людей, то на день нам обходится до 10 тысяч гривен. Официально в Харьковской области расселили почти полтысячи жителей проблемных регионов. Областные чиновники прогнозируют, в ближайшее время эта цифра может увеличиться в несколько раз. Мы на сегодняшний момент можем принять на территории Харьковской области до 2400 человек во всех районах Харьковской области и в городе Харькове. В Харькове официального жилья для переселенцев пока не нашли. Чиновники говорят о помощи организационной. Перевести соцвыплаты из другого города, устроить ребенка в садик, найти работу. Есть совместный приказ городского и областного управления. Любой человек, который обращается в любую поликлинику или больницу города Харькова, он получает комплекс услуг и к этим людям особое внимание уделяется. И они все, естественно, тоже на учете. Тем, кому негде остановиться, жилье подыскивают волонтеры. Круглосуточно работают несколько горячих линий. Активисты надеются объединить усилия с властью. Необходимо вот такое вот создание, по нашему мнению, вот такого вот места лагеря, одного, двух, трех, четырех, в приграничной зоне, куда нужно свести людей, где в первую очередь с этими людьми должны столкнуться психологи. Должны начинать с ними работать психологи, медики, потому что их там нужно, условно говоря, накормить, дать крышу. Сколько всего переселенцев в области, точно никто сказать не берется. У губернатора говорят о 6 тысячах беженцах. Волонтеры сообщают о 50 обращениях ежедневно. Сходятся в одном, большинство из них сейчас в Харькове. Вопрос, как это отразится на жизни города, остается открытым. Анна Старкова, Анастасия Горелкина, Алексей Калмык, Объектив неделя.